Ну и продолжу тему долгов и коммунального удобства. Чтобы не задолжать, ресурсовикам в регионе уже в пилотном режиме работают единые информационные расчетные центры. Оплатить коммунальные услуги можно в них с помощью новых квитанций. Там подробно расписаны все позиции, по которым с нас с вами берут плату. Но вот сейчас давайте вместе посмотрим на эти квитанции, которые уже получают жители Тутаевского района, и попробуем разобраться, что там к чему. Итак, этот самый квиток теперь именуют единым платежным документом. Он разработан в соответствии с приказом Минстроя России. Но давайте сейчас посмотрим на все крупным планом. Итак, в верхней части ваш адрес, фамилия, имя и отчество. Далее, дата формирования квитанции и за какой месяц и год, собственно, выставлен счет. Ну, а сейчас увидим то место, где будет указано, до какого периода мы должны с вами оплатить услуги. И самое главное, если вы оплатили, например, 15 февраля 2017-го, то сумма оплаты от родится в квитанции за февраль. Что же, идем с вами дальше. Вот здесь будет лицевой счет, а вот здесь код квитанции. Ну и далее общая площадь помещения будет указана. Количество зарегистрированных постоянных временных граждан, общая дома тоже будет там учтена. А сейчас один важный пункт. Вот здесь у нас с вами пение, долги, авансы и сумма к оплате. Ну, а вот это штрих-код самой квитанции. Он создан для нашего с вами удобства, чтобы оплатить услуги через терминалы, банки и кассы со сканирующим устройством. Ну что же, продолжаем путешествие по новой единой квитанции. Верхняя правая таблица, вот она здесь перед нами. Здесь показания счетчиков на воду, газ и так далее. И несколько разделов будет в квиточке. Первый, наименование услуги здесь нам с вами укажут. Ну, например, холодная вода. И далее тарифы, сколько воды вылили. Также перерасчеты и так далее и тому подобное. В общем, здесь все знакомо. Второй раздел. Там информация о полагающихся нам льготах и субсидиях. Если они есть, далее третий раздел. Здесь все о перерасчетах. В четвертом разделе, вот он здесь внизу, все о действующих поставщиках услуг. И, наконец, в пятом разделе, он вот так вот боком указан. Там адрес телефона, график работы самого единоинформационно-расчетного центра. Ну, а вот такие центры уже успешно в пилотном режиме. Работают в Тутаевском и Переславском районах. Собственно, квиточки такие жители там уже получили. Давайте посмотрим, как они теперь оплачивают коммунальные услуги. Итак, смотрим, Переславский район. Здесь еще только устанавливают два терминала для оплаты. А вот в Тутаевском уже действуют три терминала и работает 11 касс. И вот сейчас ведутся переговоры с крупными банками, чтобы мы с вами без комиссии смогли оплачивать коммунальные услуги с помощью новых квитанций недалеко от дома, в банкоматах, кассах и так далее. Кстати, вот оплатить без комиссии можно прямо не выходя из дома на сайте информационно-расчетного центра. Ну, и здесь, собственно, все просто. Заходим на портал, кликаем на личный кабинет. Вот он перед нами открывается. Вводим логин и пароль и без проблем оплачиваем коммунальные услуги. Ну, а тот самый логин и пароль можно получить в информационно-расчетном центре. Вот видите, собственно, все просто, удобно. Но я напомню, что этот проект действует в пилотном режиме, пока только в Тутаевском районе, начинает внедряться в Переславском. И совсем скоро, без проблем, очередей и лишних эмоций, вот так оплатить свои коммунальные услуги смогут все жители Ярославской области.